Божья милость, и будни грешны! Создавая Господи, помилуй мне, и благослови, и освети дары Твоей Слово истинной молитвой. Аминь. Видите, какое дело, ребята? Вы сами себя занимать никак не можете. Я сказал, когда днем, отсюда дальше туалета не ходить. До туалета и назад поворачивать. Ни за туалет не заходить никуда. Потому что вас лукавые мучают нас не сильно. Вы Бога не боитесь, не молитесь. Если бы вы все время молились перед Богом, вы бы никогда этого не делали. И вот палки берут, начинают махать. Палки в руки не брать. Вы обязательно будете повреждены. Или глаза выткните, или еще что-то. Как барады какие. Одно и то же, одно и то же. Вот эта авария с машиной опрокинули нашу тележку. Почему? Это зависело от Володи. Он сказал и пошел. Я говорю, вот с башни возили. Почему у меня они не опрокинули? Потому что я его поставил, подвел, показал. Он ничего не понимает совершенно. Второй крутится. Не крутите, держи вот так, никуда не оборачивайся. Прижмись животом. Все. А это я сказал и пошел. Ты маленько, ты гляди, какой он. В наше время, если бы такой вот появился, мой ровесчик, то его бы только дурачком считали бы. Это ненормальные люди совершенно. Как зверюшки какие бегают. Каждую минуту норовит, кого-то пнуть, что-то делает. Они совершенно не размышляют. Опрокидывается тележка, а он стоит, смотрит. Мешки погрузили. Все. Кверх ногами в воду шлепнулись. Все, все. Они наделали это здесь. К ним надо подход. Этот подход ему идет через уши. А уши растут чуть пониже спины. Это Ушинский говорит. Отец русской педагогики. И он тогда загадывает и смотрит, подвел его. Все. Он будет держать. Вы думаете, сейчас дай ему тележку опрокинуть? Нет. Он вместе с тележкой будет в космос лететь. Ты слышал? Все. Ты сейчас заходил в избу. Зачем кричал? У тебя настроение хорошее? Я могу этот, видите, маленько вентиль закрутить. Заходит и как кричит, как будто его давят где-то. Зачем кричал? Отвечай. Отвечай. Зачем кричать? Отвечай. Да он не может отвечать. И это не от скромности. У него не проворачиваются эти жарнования, как в голове. Кричал. Кричал. Вы же видите, дети, это как дебильные какие. Он самое простое, правильно креститься не может научиться в течение месяца. Вы зайдите, вы именно в это состояние и начните правильно работать, с какого момента его поднимать. И не отпускай его, пока он не перестанет. Вот он, ты слышал, кричать в комнате нельзя? Нет. Ты понял? Повтори. В помещении не кричать. В помещении не кричать. Так, а если на вольстве кричать надо, я вас выведу, у меня там есть где-то костер и там лог. Вот туда заплатяну. И там вы специально ходили. Дети, ему надо скинуть энергию-то. Дальше я хочу кричать, парень, волчий. И шаг кричит, как другие животные. И они кричат до зеленых соплей. Что надо, столько он выкричит. И а мы по волчьи, и по собачьи, и мяукают. Все, распустились, сели. Ну еще кричите, нету духу. А вы теперь эмоции прижмите на недельку. Вам надо? Пожалуйста, мы туда пойдем. Ты понял? Понял. Тебе охота кричать? Нет. Да нет. Это сделать сегодня можно, собрать. Вас маловато, правда. Ты помнишь, в трубу ходили где? В трубу по длине, по железную дорогу. Там две трубы. И они там бегут, вот так согнувшись. И можно кричать. И они там кричат, даже на улице уши закладывают. За рубежом там соревнования есть. Особенно сильно ревет морская сирена. Она дает сигнал. Там какие-то дисциплины или как-то измеряются. Чтобы суда знали, здесь нельзя, тут затонувший корабль. И у них соревнования было. И одна девчонка, она показана. Разильный турок стоит. У нее оказался голос сильнее этой сирены морской. Ну, это, конечно, вы на писке. Вот большой колокол ударит. Бум-ум-ум-ум. Не слышно на километры. Километров 15. О котором этот колокольчик, мы даже рядом его не слышим. Ты звенишься, как колокольчик. У тебя голос-то еще такой махонький. А ты им уже печаль доставляешь. И зря никогда не кричи. Я считал про одного. Отец считал, что он его не слышит. И однажды в лесу дерево валяли, он как закричал. Отец, дерево на тебя падает! Отец раскачил. Сын, ты разговаривать умеешь. Отец не знал, 16 лет. А чего ж ты молчал? Случай не представлялся. А чего нельзя болтать? Ведь они не болтают, а непрерывно рассказывают. Я подошел на случай, а что он рассказывает? А в Москве в метро крысы. Они большие, как собаки. И их убить никак нельзя. Только огнеметом. Огнеметом их выжигают. И он на полном серьезе в это верит. Вот, пожалуйста, вот этот грех огнеметом из них выжимай. Они непрерывно трещат. Я еще ни разу за 45 лет не встретил среди ребятишек, чтобы один делал пакость, а другой знает эту пакость. И он его остановил, ну как, товарищи-то. Подошел, попадет тебе за это. Илюша, зачем ты это делаешь? Это нельзя делать. Ни один сам не делает, но и не удержит другого. А ты видел и не сказал. Писание говорит, ты ответственный. Его кровь на тебе падает на голову. Чубок-то не мытый. 3.18 из Икеиля. Ты видел, не обречил. Он погибнет, а его кровь я с тебя взыщу. Потому что ты не учил. А они все сегодня как погибшие. Ты приучите к тому, чтобы он не участвовал и удерживал. Не получится. Во-первых, трусливые. Кто это сделал? Он уже не думает, что он сделал. Он две руки вот сюда вот ухватится и стоит, смотрит на тебя. Глаза у него в разбежку, чтобы это место у него не пострадало. Ты охраняешь ты не людей, а свое заднее место. Вот, выезжайте отсюда, возьмите эти, будьте мужественны. Никогда не бойся сознаться. Кричал, не думал, больше этого не будет. А другой закричит. Ты ему разискажешь? Подойди, скажи Илья. Кричать нельзя. Кричать сказали где-то там. Давайте попросим, чтобы нас сводили. Кто кого перекричит. Это уроки, жизненные уроки. Еще. Егор, первый. Егор, второй. Перекричишь? А там будут судьи, будут слушать. У нас специально есть мягкая трава, где ребятишки в возрастной группе одинаково борются. Ну, мы еще не ходили. Мало было. Мы боролись здесь за тыкву. Вот такая крапива, такие лопухи, уже четвертый раз снимает. Уже четыре раза, и опять такая же вырастает. Вот интересно. А тыква, которую тыщает, один раз степь, и больше она не вырастет. Это косим. Тяпками тяпаем. Никитый вопрос. Ты тыкву садил? Садил. Почему старая, которая лежала там, конопля, которую мы придавили. Конопля вот такая вот была. Не достать даже вершины. Мы попросили бульдозериста ножом пройти туда-сюда. Почему вы ее не убрали? А где она была там? Ее тяпа сейчас нельзя. Это конопля. У нее там такие волокна внутри идут. Тяпка никакая не берет. Топором только проходить. А собрать? Вот это вывезти. Я посчитал, посмотрел. Дальше. Много горелых досок. Откуда они доски горелые? Выжигали или что? Прямо столько. Кучи. Кучи где-то собранные. Теперь стекла полно. Камушки. Вот это все собрать, готовое рядом вывезти. Здесь один час одному человеку. А сегодня я бьюся. Тяпка в нее подскакивает, как будто на пружинах. Это ваше безобразие просто. Времени не было. Таких слов, что вы никогда не говорили. Не позорь себя и устрашись Бога. Времени не было. Один час времени не было. Я показываю сейчас. Вот подошли к молоде. Сколько? Примерно десять репьев. Под корень где-то. Но самое большее, я не знаю, три минуты. Как это времени? Это речь-то идет о минутах. Три минуты. Долго. Вот здесь вот на улице сколько есть. Я вышел двадцать минут. Ну примерно девяносто корней я убрал. Минуты. Минуты. Мне дали кителя. Они сейчас у меня есть. Военные. И сегодня я давал ребятишкам на костре. Они наденутые. Летное училище было. И у них звезды на этих. На латунных пуговках. Звезды. Пять пуговых. Нам подходит все. У нас звезды не подходят. Я показал. Как напильники новые дам. Дощечку закладываю. Как спиливать их. Звезды спилить надо. Я сам начал делать. У меня ушла почти минута. Полторы минуты сначала было. Довел до минуты. Потом чтобы стереть одну звезду. Сорок секунд. А тогда были вокруг еще. Коммунистическая власть. Так я им сделал туда вверху. Только-только начали строиться. На храм. Ребятишки там на храме. На крыше. На потолке. И они там специально пристроили. Они спиливали. Начал с трех минут. И наконец остались секунды. Это опыт. И дети начали быстро это делать. За ними надо смотреть. Дал им определенное задание. Ты вот здесь делаешь. А ты здесь. Раздели их. И что он делал. Ты отмечаешь за то, что держишь. Ты отмечаешь за то, что постельная палатка какая. Они ни за что не отмечают. И это все из дома. А они у вас совершенно никакие. Настоящий, если у вас попадет ребенок, который в нашей школе был-то. Вы на него будете смотреть как на чудо. Ты с Шариком-то не была сегодня еще? Была. Уже была. Сейчас как ты? Поешь за столом? Нет. У тебя получше стало, нет? Что? Получше стало себя чувствовать? Да. Не надо ничего давать. Что надо съесть? А тут надо сказать, чего ей надо не есть? Наоборот. Я говорю, у меня больнозерец приехал и его не принимает на работу давление. Так, не отвлекай. Он зашел ко мне и говорит, что бы такое съесть? Я говорю, это Пульхейр Иванов тебе скажет у Гоголя. Старосельские помещики. А ты ничего не ешь. Два дня. Хорошо. Через два дня пошел. Врачи говорят, давление нормальное. Давление, это чтобы ты не ел. Такую кастрюлю ты не загонял. А я и так мало ем. А кем ты работаешь? Поваром. Пробуешь, пробуешь. Он подходит. И сюда откроет. Поварешкой. Попробует. Но ты не ешь. Ему поставили повешивать сюда большую кастрюлю. И сколько туда, столько сюда. Он посмотрел к вечеру. Вот такая кастрюля уже набирается. А он я не ем. Ну правильно, он не ест. Он пробует только. А кастрюля-то там в ресторане сколько? Вот и все. Платочки. У кого-то нет, наверное. Хоть бы у одного не было. Бесполезно. Садитесь. Так, тихонечко за столом не разбейте ничего. Так, тихо. Надо стол будет немного подвернуть. Потом. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помену нас. Слава Богу!